Забайкальская кадриль Театр приехал из Читы в свой юбилейный 80-й год. Считается, что основатели театра – артисты из Куйбышева. В далеком 39-м они приехали в Забайкальский край с пятью спектаклями. Там и остались. Спектакль «Забайкальская кадриль» мы считаем своей визитной карточкой и практически всегда на гастролях открываемся этим спектаклем. Спектакль с большой историей. Его начали играть еще с 2000 года. С каждым годом добавлялось что-то новое. Менялся и актерский состав. Но главное оставалось неизменно. Постановка позволяет лучше понять характер народа, который проживает в тех красивых, но суровых краях. Наверное, какой-то вот дух сибирский, вот наш, забайкальский. Мы не зря назвали ее. Видите? Забайкальская кадриль, а не Прибайкальская. Вот именно наше такое вот забайкальское. В этом чувствуется характер наш. Даже вот и в речи, во всем. Вы это почувствуете? Женщина, которая ворует кирпичи. Наш забайкальский Говард. Чтобы вот именно нашу забайкальскую глубинку показать. У нас же все-таки мы отличаемся даже с Иркутском. В этот вечер фестиваль Волготеатральная развернулся на нескольких площадках. В театр Самарская площадь приехали молодые артисты из Тольятти с пьесой Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Спектакль по одесским историям Бабеля «Король» показали самарские артисты в театре «Камерная сцена». Напомним, фестиваль Волготеатральная пройдет в городе до 30 сентября. Мария Левина, Николай Епифанов. События.